Это будет форум 10X. Я буду рассказывать о том, как сделать YouTube канал на 100 тысяч подписчиков. Вы часто спрашиваете меня, что у меня с зубами. Я отшучиваюсь в комментариях, что я пью парное молоко. Так, ну что же, ну что же, начинаем. Правый сектор, пожалуйста. Правый сектор! Мы двоярож, где ты? Если бы была возможность, то я бы стал головой Национального банка Украины. Самое главное в таких собраниях, это комьюнити. Знакомьтесь. Это будет форум 10X. Я буду рассказывать о том, как сделать YouTube канал на 100 тысяч подписчиков. 100 тысяч подписчиков без рекламы, без ничего. Просто на голом энтузиазме и честно. Вице-президент Федерации Фреатлона Украины фидишировал три полных айронмен и пять крупнейших парафонов мира, которые входят в серию World's Miracle Matchers. Андрей Анистрат! It's my heart, I'm in 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 my heart. Вот такое, типа, вот здесь машинку буду снимать, а вот вы будете снимать. Потом это выложу в YouTube и посмотрит 100 миллионов человек. И ты думаешь, ради чего я вот это стараюсь? Я тут айронмен делаю, привожу с собой операторов, делаю еще что-то, рассказываю. И понимаю, что это все не работает или работает очень плохо, потому что мы с вами, мы с вами уже слишком старые для YouTube, а YouTube рулит молодежь. Если вы выходите в YouTube и показываете свой бизнес, что вы делаете, чем вы отличаетесь от своих конкурентов, это в конце концов приводит к вам какого-то покупателя. Вот если вы будете показывать массажи, вы приобретете экспертность, особенно если вы будете независимы. Если вы не будете показывать только потому, что, ну там, условно, вы это умеете, а вот кто-то делает что-то другое, вы уже показывать не будете. Наоборот, вы приходите и говорите, вот, покажи мне свою технику. Ты посмотрел, показал свою технику, потом отошел от него, сам научился и опять показываешь. Я вот, вы помните, я показывал вам такой технику, так вот, я пошел на курсы, потратил еще 500 долларов и научился, и теперь я это тоже делаю. Это тоже может быть предметом того, что вы показываете. Вы часто спрашиваете у меня, что у меня с зубами, что у меня с зубами, что у меня с зубами. Я отшучиваюсь в комментариях, что я пью парное молоко. Я действительно пью парное молоко, но еще я уже много лет, хожу раз в полгода на гигиену зубов. Так, ну что же, ну что же, начинаем заниматься профчисткой зубов. Она будет состоять из обработкой ультразвуком, снятия твердых зубных отложений и аэрфлоу. Приступаем потихонечку, шире немножко, процедуре. Эта история началась с моего харьковского выступления с профессором Заблотским из одной сцены, с доктором Заблотским. Мы в перерыве стояли, он мне рассказал дивную историю, что каждый человек должен делать гигиену зубов раз в полгода. Я подумал, что что такое гигиена зубов? Есть специальные врачи-гигиенисты, они знают технологию, как надо обрабатывать зубы. Вот мы сейчас пришли к Юре, я делаю гигиену зубов раз в полгода, независимо ни от чего. Гигиенист смотрит, все налеты убирает, все камни убирает под деснами, все достает, чистит, чистит. Процедура занимает при надлежащем уходе и периодической чистке, по посещению стоматолога, буквально 20-30 минут. Если у вас вдруг есть какой-то налет или начало кариеса, он это говорит, что у вас есть проблема. Но если вы делаете это раз в полгода, если вы не живете с карамелью во рту, у вас на 100% вы защищены от этой проблемы. Пишите в комментариях вопросы, ответы. Юра даже попрошу, он зайдет нам что-то и попишет. Однажды один мой приятель сказал, я общался с представителем какого-то бегового клуба, и он говорит, ты знаешь, анистрат такой подлез, потому что вот он делает свои видосы, а он зарабатывает на том, что ты их смотришь. Он говорит, ты знаешь, чувак, а ты знаешь, сколько стоит сделать видос? Если говорить о канале сейчас, то он не обошелся где-то в 150 тысяч долларов. Это актив? Наверное, это актив. Но иногда мне приходит какое-то предложение по рекламе. Я не хочу брать дешевых предложений по рекламе, поэтому у меня рекламы практически нет. Например, сегодня YouTube выдавливает из рынка таких рекламодателей, как 1xbet или Parimatch, вот эта вся вот эта штука. Тебя просто могут взять и выключить с эфира, тебе просто заблокируют канал. Они полностью владеют этой ситуацией. Они говорят об этом, это правила сообщества. Мы не хотим, чтобы в правилах сообщества, чтобы что-то было такое. Если вы показываете порнографию, вас выключат оттуда. Это канал-однодневка. Если вы несете действительно важную информацию, интересную о своем рынке, тогда это будет работать. И там в фишечек миллиард, их в них надо вникать, надо думать, надо этим жить. Никогда не получится прийти в какую-то большую организацию и сказать, давайте большая организация, вы нам сделаете YouTube-канал, мы вам заплатим 200 тысяч долларов, для того, чтобы у нас было 100 тысяч подписчиков, и чтобы это произошло все за два выхода. Да, есть канал, например, BigMoney, который инвестирует в каждый выпуск по 1000 долларов в продвижение в Google AdWords. Но я не инвестирую. Он начал канал в марте, сейчас у него 200 тысяч. А я начал 5 лет назад, у меня 105 тысяч. Ну, у каждого свой путь. У меня есть супер Валя, супер ведущая, супер канал 1плюс1. Харизматичная, умная мать почти четырех детей, почти, потому что ей рожать через несколько недель. Работает, может многому чему научить. Взрослая, умная, красивая, хозяйка. Все. Я говорю, Валя, среда твой день. Среда твой день. И женщины, смотрите, не хотите меня смотреться с моими там, с моим полу каким-то мужиковатыми шуточками. Может кому-то не нравится мое чувство юмора, может еще что-то. Смотрите Валю. Валя как картинка. Ну и влог остается уже без двух этих тем. Соответственно, у меня получается влог, как я прожил неделю. И он выходит в воскресенье, либо в понедельник. Почему? Либо-либо. Потому что часто монтаж делается вот в последнюю минуту. И ты не можешь сделать, например, классный монтаж того, что ты пережил летом. Тебе надо все время hot news. Тебе надо все время генерировать новости. Ты хочешь сказать, а что, вот чем ты отличаешься программист сегодня от трех месяцев назад? Ничем. Ты думаешь, не, надо же исключительная компетенция. Это же не день сурка. Поэтому надо придумать что-то новое. Поэтому и вот что-то новое ты придумал и вставил в последний выпуск. И показал, и быстро отмонтировал. И как правило, вот эти штуки, они походят ноздря в ноздрю. В субботу ты снял контент, а в воскресенье он уже должен выйти. А ребятам еще надо там что-то сделать. Они еще свадьбы снимают, еще какую-то хрень снимают. Они заняты. А им надо сегодня отмонтировать. Ты им звонишь и говоришь, Андрей, нужны выпуски. Он говорит, да я сижу делаю, ночь не сплю, а ты делаю. И это все продакшн. Это все продакшн, это все ютюб. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо. Как видите, у нас обошлось все без криков, без плачей. Можно подумать, что то же самое, что вы чистите дома зубы той же электрической зубной щеткой, при помощи какой-то зубочистки. То же самое здесь, только более тщательно и профессионально. Сколько в рынке стоит? Ну, у нас, я думаю, от 500 до 2000 приблизительно по сегменту. До 20 долларов до 80 долларов? Ну, приблизительно так. Какие рекомендации потом, после того, как это произошло и почему? После чистки рекомендации избегать красящих продуктов. Зубы мы почистили для сохранения белизны и чистоты зубов. Буквально пару дней, 2-3 дня, этого вполне достаточно. Дальше чай, кофе, соки, фрукты, ягоды. Бананы, яблоки, не кратищи. Вишня, гранат, например. Смородина. Смородина, кока-кола, может быть, кто-то любит. Тоже ее лучше избежать. Детям рекомендуют раз в 3-4 месяца, потому что они в зоне риска. В зоне риска они самостоятельно могут не так тщательно подходить к этому вопросу. Дома лучше приводить к специалистам. Опять же, это не страшно. Детям не используется, не часто используется ультразвук. Можно даже пастой щеткой заполировать. Также в игровой форме, как электрической щеткой. Это полезно. Еще есть рекомендации по поводу, надо ли заморачиваться, например, чистить зубы после каждого приема пищи? Я считаю, что утро-вечер этого вполне достаточно. Мы, ну да, все равно. Утро после просыпания и вечера-песнов. После просыпания и после завтрака. Ну, то есть нужно покушать, потом почистить и в день, в принципе. В обед можно сесть скушать. Любовь нормальный человек все равно раз в 2 часа что-то принимает. Вы можете пообедать, скушать яблочко, и это уже будет полезно. Ну, какая-то минимальная очистка. Всего вы все равно не уберете. Ну, этого достаточно. Полоскать? Ополаскиватель нужно использовать после... Я просто ломандуй, после обедения. После ломандуй это приветствует, скажем так. Ополаскиватель... Ополаскиватель ли он используется вместе... Листерин? Ну, это как пример. И они разные бывают. Я в очистиле зубы и... Я в очистиле зубы литрами. Знаете, даже по поводу рекомендаций по зубным пастам. У каждого... Каждый доктор вам, наверное, будет говорить, что ему подходит. Ну, что... Докторам обычно долю платят за... Не, 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 никто не платит. Не вам, а вообще докторам предлагают. Нет, не предлагают. Ну, денег не предлагают. Они иногда приносят это, вот, например, зубную щетку. Принесли представители компании Орл-Би. Да, ну, и, возможно, там, докторам дают попробовать зубную пасту. Ну, маленькие, там, пробные, да? Чтобы на себе попробовать, узнать, насколько эта паста эффективна, скажем так. Ну, белоснежная улыбка. Да. Все? Красота? Мы берем пример с бродопитом. Поехали. Правый сектор, пожалуйста. Правый сектор! Дмитро Ярос, где ты? У меня такое вопрос. Вот, скажите, пожалуйста, вы скучаете за банком? Sometimes, a little bit. А скажите, а если бы была возможность вот такая вернуться? Если бы была возможность, то я бы стал главой Национального банка Украины. На меньше я не злоден. На меньше я не злоден. Здравствуйте, меня зовут Делюсия из Казани. У меня вопрос по поводу рубрик. Вот вы сейчас начинаете делать много разных рубрик. Там, три рубрики у вас, как я понимаю. Четвертая неделя сейчас пошла, три разных рубрики, да. А вот, получается, популярный канал, например, Дудь и там, Хач, у них, по сути, всегда одна и та же рубрика. То есть, нет ли у вас ощущений, что вы ошибаетесь, как бы не в том направлении идете? Классный вопрос. Я знаю лично Амирана, и если вы будете смотреть на Амирана канал, то вы поймете, что он рано или поздно приходит к кризису. Кризису, когда тебе вот нечего показывать. Ты уже показал весь модельный ряд BMW, весь показал модельный ряд Mercedes, уже всех телок всех показал, все сиськи показал, уже помыл их всех керхером, еще чем-то, еще чем-то. А что ты дальше будешь показывать? Я Амирану говорю, давай, я тебя подготовлю к марафону пробегу. Он говорит, а зачем? И вот этим вопросом он меня поставил в тупик. Потому что, если человек не осознает свою миссию в YouTube, и вообще миссию в мире, да, то так сложно. Получается, что, ну, вопросом, зачем, можно убить любую инициативу. Кроме того, еще есть второй фактор, который очень хороший вопрос. Почему? Потому что в любом случае специалистов, которые вам четко дадут рецепт, что вы что-то сделаете, это будет успешно, их нет. Все придется пробовать. Поэтому надо мешать интертеймент с чем-то полезным и пробовать это продвигать. Как делает это, например, National Geography. Спасибо. Ребята, если вы еще не подписаны на канал Андрея Анистратовых, делайте это прямо сейчас. Самое главное в таких собраниях – это комьюнити. Знакомьтесь, получайте информацию, получайте вдохновение. Вдохновляйтесь, вдохновляйтесь, записывайтесь и сразу реализовывайте. Не ждите ничего. Делайте, делайте, делайте. Поехали. Я быстро скажу тост, потому что меня надо укладывать детей, поэтому я хочу поднять этот бокал за вами, что он сделал офигенный ивент. Всех нас познакомим. Команду, которая делала его. За ваши эмоции, за ваше вдохновение и новое знание. Спасибо. Андрей Аркадьевич. Андрей Аркадьевич. Да. Одно. Вы видите, что сделали фотографии, если вы будете подписаться на блог Андрея, если вы будете подписывать. Я думаю, что для него это будет пахнет. У меня это не аплататор.